Всем привет! Меня зовут Ира, и сегодня у нас будет очень классное видео для третьей змеи. Я хочу рассказать, почему решила снимать на YouTube, и... не знаю, что-нибудь ещё расскажу. И вот кто гость в сегодняшнее видео, наша коллаборация. Кошка зовут... Буся! Она абсолютно не понимает, что происходит. Да? Я не умею краситься, в общем-то. То есть Get Ready with me, надо постоянно краситься. Или что-то типа того. Вообще, я начну с этой фигни. Давайте посмотрим срок годности. Я уверена, что он оставляет желать лучшего. Тут нет срока годности. Будем считать, что это бесконечная штука. И у меня тут очень маленькое зеркало. Я, наверное, могу краситься и глядя в камеру. Потому что... Да, у меня в чате, так что всё, что у меня есть, я с пальцами. И ещё подрогу окошку только что. Ну, чтобы уж не возникать. Я не знаю, что делать это, чтобы... Позна все поры убирать. Я так думаю. Почему я захотела завести YouTube-канал? Я, во-первых, всегда любила блоги. И я даже когда-то пыталась снимать что-то сама на этом канале. Ну, это больше так, блоги из путешествий. Да, это пудра, и я делаю её пальцем. И у меня был другой канал, где я тоже раньше делала видео. Это была какая-то прогулка с моей подругой. И второе было прогулка с другими подругами. Вот. И, в общем, не знаю почему, но я испугалась и перестала всё это делать. И я уверена, меня ждал успех. Вот. Но что-то пошло не так. В общем, я пристала вести что-либо. На этом моя история закончилась. Ещё у меня есть бальзам Ariflame. Подготовить губы или что-то ему делать. В общем, всегда вела какой-то блог. Не YouTube, но я пробовала, то есть, пару видео. Ещё я когда-то сняла видео для Ромы Жёлуди. Он даже выкладывал это в себя на странице. И, по-моему, там было то ли 4 тысячи, то ли даже, может быть, 40 тысяч просмотров. Но там было много комментариев. Меня начали узнавать на других сайтах. Я испугалась и удалила то видео вообще с YouTube. Но потом я нашла его в ВКонтакте. Можно понять, что я всегда что-то пыталась делать. И очень хотела быть каким-то блогером. Но ни в Instagram, ни на YouTube у меня особо не вышло. Потому что в какой-то момент всё, о чём я начала думать, это учёба. То есть, я заканчивала сначала школу, потом поступала в университет. В университет отнимал очень много сил. И в итоге, как бы, так это всё и закончилось. Но вот эта штука, я постоянно слышала, что она супер-классная. Но я абсолютно не понимаю. У меня одна щека краснее другой. Или что? Ладно. Итак, сэндиот. Вот. В общем, в итоге, пока я хотела вести блог, у меня просто не было на это времени. То есть, я очень хотела стать блогером в Instagram какое-то время. У меня даже диплом написан про блогерство, потому что я училась на рекламе. Но в итоге... Нет. Я никаким блогером не стала. И вообще как-то просто не было на это сил. Потом у меня проипало желание. И в конце концов, как бы, пока я работала, пока я очень много училась, у меня вообще пропало желание чем-либо заниматься творческим. Хотя мне кажется, что творчество всегда меня сопровождало в жизни. Но потом в какой-то момент я просто сама себя убедила, что я не творческий человек, а я больше исполнитель, что мне больше нравится всё делать, что мне скажут. Я ничего не хочу придумывать. Это очень грустно. У меня есть такие тени. Essence Quadra. Тут ещё раньше был белый шиммер. Но я его весь измазала, потому что однажды я видела какой-то лук во ВКонтакте. Там был белый шиммер вот здесь, а вот здесь и вот здесь. И я стала мазаться так каждый божий день. Мне очень нравилось. В общем, поэтому в итоге здесь просто пустота. Я потом ещё выскребла всё. То есть тут вообще ничего не осталось. Абсолютно. А потом начала пользоваться этим. Немножку вот этим. Этим я почти не мажусь, но он тоже с углублением уже. Вот. Вместо белого шиммера белый шиммер от NYX. И мне он тоже очень нравится, в принципе. Но почему-то в итоге я перестала потом так краситься. И вообще перестала краситься и забила. В общем, попробуем накраситься этим. А кисти у меня нет. Я хотела взять кисти мамы. Но потом решила, что не буду обманывать. Я не использую никакие кисти. Максимум я использую кисть для вот этой вот. И то, по-моему, неправильную кисть. Она как-то скошенная. По-моему, это кисть для бровей. Я не уверена. Когда я покупала, было написано для теней. В общем, ладно. Так вот. И значит, я убедила себя, что я не творческая личность. Что творчество – это не моё. Что у меня ничего не должно получаться. Я работала в рекламном агентстве, в пиар-агентстве. И чем больше я там что-то делала, тем больше я начинала задумываться. А точно ли я исполнитель? Точно ли я не креатив? И потом, после окончания универа, я начала работать ассистентом в стартапе. Тоже никакого креатива. Всё было абсолютно скучно. В итоге, мне так стало там занудно, что я просто в свободное время, которого было очень много на работе, начала искать новую работу. И так я начала работать в ламоде. Сейчас я там и работаю. Кто не знает ламоду, есть вопросы к вам, как можно не знать ламоду. Блин, вот это я, наверное, не нанесу без кисти. Но я попробую. Возьму просто маленькое зеркало. Вот. И значит, я начала работать в ламоде, где тоже не креативная работа. Это всё, опять же, исполнительское. Но мне очень нравятся мои коллеги. И мне очень нравится компания. Поэтому я решила, ну ладно, типа, чего этот креатив? Значит, наверное, реально не моё. Но вот сейчас я решила всё-таки попробовать YouTube. И посмотрим, что из этого получится. Я, конечно, не уверена. Но, не знаю, надеюсь, что всё будет классно. Попробуем накраситься. Не знаю, видно ли на камеру, но, по-моему, у меня здесь просто огромные пятна. А ну и хрен с ними. Я не знаю, что происходит. Почему этот глаз выглядит темнее, чем этот. Я предполагаю, что из-за света. Но я нанесла вот этот вот с блёстками. Я не знаю, почему этот глаз темнее, чем этот. Когда я убедила себя, что креатив не моё, мне стало остро не хватать его в жизни. Мне стало не хватать каких-то интересных действий. Что я несу? Каких интересных действий? Мне просто стало не хватать чего-то ещё в жизни, кроме работы. Потому что, когда у меня была учёба, всё моё время просто занимала учёба. А теперь, когда её нету, я иногда просто не знаю, чем себя занимать. Потому что с друзьями я редко вижусь, ввиду того, что я теперь далеко живу. И я тоже редко вижу молодого человека, поэтому всё свободное время я просто пытаюсь чем-то занять. Хотя его не очень-то и много. Ещё у меня есть вот такой карандашный глаз от Mary Kay. Нормально. Я раньше обожала красить глаза. Да почему этот глаз темнее, чем этот? Я буду думать, что это свет. Не знаю. Да, раньше красила глаза, вот, подводила. И мне казалось, что я выгляжу роскошно. Это было в школе, в классе восьмом, вот, года три. Я всё время красила глаза чёрным, но не карандашами, а подводками. Иногда подвожу карандашом, если какие-то мероприятия просто мне так. Нравится? Стрелки я делать не умею. У меня, по-моему, нависший век, у меня ничего не получается. Я просто такая... Красота! Эта стрелка вышла очень неплохо, но то, что будет здесь, будет оставлять желать лучше. Я не знаю, что там происходит. Да, так я и живу. Давайте просто сделаем вид, что у меня получилось. Это просто тень, да. Тут, как бы, я сижу не прямо напротив окна, поэтому это просто тень, а не я размазала всё вокруг. Мне кажется, вышло очень даже неплохо и симпатично, если закрывать второй глаз. И закончим мы этот роскошный макияж помадой. Помадой от... Кати Клэп. Да, карандаша для губ у меня тоже нет. Мне она, кстати, очень нравится. Она очень приятная, симпатичная. Мне кажется, в свет даже моих губ, ну, чуть-чуть порозовее, конечно. Значит, Get Ready With Me состоялся. Блять, они такие кривые. Это просто трэш, просто трэш. Давайте просто сделаем вид, что всё хорошо. Ну, что имеем, с тем и работаем. Да, для бровей я ничего не использую, потому что они, мне кажется, и так довольно-таки нормальные. Иногда я расчесываю, но, если честно, в обычной жизни я этого тоже не делаю, потому что, не знаю, можно вот так сделать. Так вот, вот такой Get Ready With Me у меня получился. Вот такая вот я сегодня. Собирались мы для того, чтобы я сняла следующий после этого видос. И надеюсь, что из моего разговора стало понятно, почему я решила завести YouTube. Добро пожаловать на мой канал. Давайте знакомиться, давайте подписываться на меня. Ставьте лайки, пишите комментарии внизу. Обязательно какие-нибудь, например, про мои говёные стрелки. Потому что не так себе, откровенно говоря. И до встречи в следующем видео. Пока!